Ирка, Ирц или IRC – протокол обмена сообщениями в режиме реального времени. Люди, рожденные после 2000 года, наверняка на практике с ним не сталкивались. Сегодня при слове чат представляются не аскетичные текстовые окошки, а совсем другие пользовательские интерфейсы и концепции – современные мессенджеры со стикерами, аудио и видеозвонками. Однако даже сегодня в закоулках интернета можно встретить упоминание Фринот. Фринот – не что иное, как последняя известная по всему миру IRC-сеть, существующая со времен расцвета протокола. Эта сеть была запущена в 1994 году и изначально называлась Open Projects Network – дословно «сеть открытых проектов». Как ни удивительно, сообщество открытых проектов по сей день использует сеть Фринот для общения. Обычно там ведется обсуждение разработки и поддержка пользователей. Из-за прихода молодого поколения, которому импонируют более свежие решения, инфраструктура мессенджеров в свободных сообществах постепенно изменяется. Ирка считается сильно устаревшей и отходит на второй план. Что такое IRC? Как этим пользоваться? И есть ли будущее у протокола? Давайте попробуем ответить. Сервера IRC предоставляют свободное подключение пользователей, от которых требуется только указать никнейм. Главная задача – максимально просто предоставлять групповые беседы и личные сообщения с возможностью создания произвольных тематических каналов. На большинстве серверов присутствует служба регистрации никнеймов, которая позволяет защитить свой никнейм паролем для его дальнейшего использования. В силу изначальных целей протокола и его возраста шифрование групповых и личных бесед не предусмотрено. То есть сервер видит все сообщения в виде обычного текста, и хотя, как правило, ARC сервера работают в режиме ретранслятора, то есть не логируют историю сообщений, будет правильно воспринимать Ирку только как инструмент публичных обсуждений. Также необходимо различать сквозное шифрование информации от пользователя до пользователя и защищенное соединение с сервером. Подключение к ARC безопасно благодаря ТЛС-шифрованию, такое же используется при открытии сайтов. Но администратор сервера может иметь доступ ко всем сообщениям. ARC сервер может быть как одиночным, так и входить в состав сети из нескольких серверов. Для избежания коллизии слова «сеть» в смысле «сеть интернет» и «сеть серверов ARC» в отношении нескольких связанных серверов используется понятие «федерации». В федерацию может входить два, три и более ARC серверов. Находясь на разных инстанциях сети, пользователи одной федерации свободно общаются в одних каналах и могут отправлять личные сообщения. Федеративность дает отказоустойчивость. В случае падения одного сервера можно подключиться к другому, сохранив свой зарегистрированный никнейм и круг общения. Для обеспечения общедоступной регистрации комнат и никнеймов в сети находится сервисный узел – дополнительный сервер доверенного администратора. Все серверы обращаются к сервисному узлу для передачи полученного запроса от пользователя, например, название комнаты или пароль от никнейма, а в ответ получают флаги. В комнатах назначаются права пользователей и происходит полноценная синхронизация с одноименными каналами на других серверах. В результате обмена небольшим количеством информации с сервисным узлом мы имеем глобально зарегистрированных пользователей и каналы с операторами. Так как все серверы федерации связаны между собой напрямую, в случае полной потери сервисных узлов федерация все равно продолжит работу, но регистрация никнеймов и каналов будет недоступна. Не путать с созданием каналов – создать можно всегда. Самым большим упреком ARC является отсутствие офлайн-сообщений. Вы можете писать LS, только если адресат находится в сети. История групповых чатов также хранится локально на вашем устройстве и логирует сообщения исключительно, когда вы онлайн. Есть решения этой трудности, отчасти экзотичные, например, постоянно активный ARC-клиент на удаленном сервере или какой-нибудь квасель-кор. Названная особенность делает Ирку непригодной для ведения пабликов и новостных каналов. Однако ничуть не мешает чату на свободные темы или поддержке пользователей по каким-то вопросам. Что ARC не подходит для конфиденциальных бесед, было ясно сразу, если, конечно, вы не захотите использовать ОТР-плагин для шифрования. Я считаю, что для приватных бесед также не подойдет и ВКонтач, и Ватсап, и Телеграм и прочие модные мессенджеры. В этом плане ARC ничем не хуже. В сравнении с современными открытыми федеративными сервисами, например, Федиверс или Матрикс, ARC кажется неуклюжим и громоздким. Однако я думаю, что ARC будет использоваться сетевыми энтузиастами и шифропанками еще не одно десятилетие, благодаря своей простоте и ламповому духу хакермана. Учитывая, что протокол ARC был создан в 1988 году, очевидно обилие клиентов, то есть программ для подключения. Сегодня развитие многих проектов остановлено в силу старости не протокола, но и разработчиков. Однако не стоит думать, что актуальных клиентов нет. Многие свободные приложения вроде Pigeon и Conversation поддерживают Ирку. Можно подключиться к ARC-чату с любого компьютера и смартфона через приложение или вовсе через веб-браузер. Популярным решением является квасель. Если надумаете основательное знакомство с ARC, начните с него. Про протокол плюс-минус понятно. А куда подключаться, спросите вы. Последнее, что стоит осветить в рамках темы ARC, это, конечно же, актуальные сервера и федерации, или хотя бы их часть. Помимо упомянутой сети Freenode, существует еще ряд сетей, в том числе Вики-медиа, используемая образовательными ресурсами, и десятки мелких федераций. В нулевые малые ARC-сети были широко распространены из-за специфики работы провайдеров. В наши дни о локальных внутрипровайдерских чатах я не слышу. Однако малые сети имеют место, и самое интересное и оправданное, на мой взгляд, это Элита. Данная федерация была запущена в 2016 году и была доступна только из сети I2P. В основном здесь присутствуют русскоговорящие пользователи, в числе которых команда разработчиков I2PD. Главное отличие данной федерации от множества других заключается в связи серверов исключительно через сеть I2P, которая на настоящий момент является непревзойденным инструментом анонимности. Элита удовлетворит все запросы. Шифропанки используют I2P и общаются с теми, кто предпочитает более простые инструменты вроде Игдрасиль или Тор, ничего не теряя, а сервера с разной политикой анонимности внутри федерации не могут друг друга скомпрометировать. Это позволяет преодолевать преграды между пользователями с разным уровнем цифровой грамотности. На момент выхода этого видео доступ к федерации Элита, кроме как через I2P, обеспечивается сервером irc.aceton.i2p. Прямое подключение возможно через Игдрасиль и I2P. Однако названный сервер также имеет веб-интерфейс, доступный помимо прочего из Тора. Адреса указаны в описании к видео, но актуальная информация о зеркалах всегда выводится при подключении к серверу. Хочется сказать, что такое I2P, но не будем устраивать кашу. Об I2P и истории его появления, о русскоязычном сообществе и I2PD, а также о сравнении I2P с другими популярными скрытыми сетями скажем в отдельном видео. Следить за работой над видео, делать правки и вносить предложение можно в гид-репозитории канала. Также заходите на канал Ацетон Видео в сети Элита.